Приветствую вас. Конечно, остается вопрос, связанный с тем, что именно вы подразумеваете под циходеликой, и дело в том, что существует и музыкальное направление, и искусство есть, как бы связанное с циходеликой, и, в общем-то, наверное, что-то еще, то же свое направление в культуре. И не за всем понятно, что именно вы вкладываете в это слово, но в любом случае, в любом случае, это системное. Системное здесь, вот именно слово системное, системное здесь означает, как бы, постоянное, целенаправленное, стабильное, значит, системное изменение восприятия реального мира. И, если мы говорим об этом, если мы говорим про изменение восприятия реального мира, то здесь ситуация заключается в следующем. Для дочери, да и вообще, наверное, для любого человека, изменение восприятия своего мира чревато. Чревато для адекватности понимания им того, что происходит вокруг него. И поэтому, если ваша дочь использует психоделику, использует психоделику для того, чтобы затмить, чтобы избавиться от некоторых негативных моментов, связанных, связанных с своей жизнью, то тогда это опасно. Опасно, потому что, потому что, подобное дает ей другое ощущение, другое восприятие окружающего мира, и она будет к нему, так или иначе, тяготеть. Потому что в нем, в этом новом для нее восприятии мира, ей хорошо, удобно и комфортно. Если сейчас, пока еще можно это сделать, если я правильно вас понял, она недолго увлекается еще пока этим. Если сейчас понять, постараться понять, что заставило ее обратить внимание на данный аспект, можно тогда будет говорить о том, что ей можно будет помочь избавиться от этой зависимости. Но любое увлечение, а если это увлечение, связанное с бегом от реального мира, опасно. И не важно, что там, не важно, собственно говоря, чем обусловлено, и не важно предмет увлечения, Важен, скорее, сам факт этого увлечения. Надеюсь, что вы сделаете верные выводы. Ваша дочь нуждается в понимании, ваша дочь нуждается в помощи, ваша дочь нуждается в разговоре, в беседах, в том, чтобы ее услышали. Вообще, хочется сказать, что здесь, наверное, самое главное, чтобы вот как раз она была услышана. Услышана вами, услышана, возможно, даже, может быть, не только вами, но услышана в любом случае. А пока складывается ощущение, что она не является таковой, ее не услышат, и, соответственно, как результат мы имеем то, что имеем, то есть, бег от реального мира. И вполне вероятно, что дочь ваша не захочет обсуждать этот момент с вами. Вполне вероятно, что ваша дочь считает, что вы ничем ей не поможете. И в таком случае, тогда вам нужно будет просто самой проанализировать ее жизнь, подумать, какие у нее могут быть проблемы и постараться ей помочь самостоятельно. Потому что других вариантов у вас на самом деле попросту нет. Надеюсь, вы это понимаете, надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет. Еще раз, ваша дочь нуждается в помощи. Не в осуждениях, если вы об этом, не в какой-то ругании, если вы понимаете, о чем я говорю. Ваша дочь нуждается именно в том, чтобы вы ей помогли. Ваша дочь нуждается в том, чтобы вы ее услышали, чтобы вы дали ей то вероятно, что ей нужно. И вот понять, что ей нужно, понять, что дает ей, собственно говоря, вот это самое увлечение, наша может быть с вами основная задача. Основная задача – понять, что ли ваша дочь хочет. В чем она нуждается? Что ей нужно? Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Не хотелось бы вас, конечно же, пугать, но думаю, что лучше будет, если вы будете знать правду, лучше будет, если вы будете, например, во всеоружии, да, чем, например, если вы будете в лужах пребывать. И, поверьте мне, пока еще, пока еще ситуацию можно исправить. Но лучше не затягивать с этим надолго. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Продолжение следует...